Продолжение следует... 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 ну, бытовую культуру, что, ну, это вот как раз Карлос Кастанеда все это создавал. И одна из загадок Карлоса Кастанеды заключается в том, что он все-таки был писателем. Если почитать внимательную биографию, он был чисто любил писателем, он учился на литературных курсах различных, он изучал мировую художественную литературу, и он очень много работал над своим стилем совершенно неповторимым, который он создал. И это вызывает большую зависть многих писателей, которым его подвиг не удается повторить. Небезызвестный Михаил Веллер, в общем-то, достаточно сильный писатель, как мне кажется, в своем произведении о тайнах литературного мастерства, но, по сути дела, расписался, не будучи способным объяснить. А я, говорит, не понимаю, вот на чем основан, так сказать, эффект Карлоса Кастанеды. С его точки зрения, значит, Кастанеда – это слабый писатель. Но мы-то все им зачитываемся, и люди во всем мире продолжают его читать, и не только как сказку, а как некое произведение, в котором есть очень глубокое дыхание реальности. И, конечно, второй ключ к пониманию тайн Кастанеды заключается в том, что он был очень серьезным духовным искателем, да, он изучал самые разные практики, он действительно, ну вот как пишут, посещал лекции Чогьяма Трун по книге, которого мне в своем издательстве приходилось издавать, одна из самых замечательных книг «Шамбхава» или «Духовный путь воина». Как раз она по идеологии близка к тому, что говорил Кастанеда. Но он создал абсолютно неповторимое, уникальное учение, в которое целый ряд новых пунктов, которых до него просто не было, он ввел. Ну, во-первых, это та вот картина мира, то соотношение острова Нагваля, острова Таналя, плавающего в океане Нагваля, в океане сверхсознательного и непостижимого начала. Вот многие эзотерические учения в своих, так сказать, образах и системах давали разную картину реальности, но такой вот никто не давал. И для психологов, психологи работают с личностью, то есть с Таналем. Мне кажется, это совершенно такой уникальный материал, который мы мало используем на сегодняшний момент. Если психолог лишен понимания эзотерики, понимания трансперсонального, попытка измениться внутри личности, она обречена на провал. Человек будет просто двигаться по заколдованному кругу, я об этом даже трилогию целую написал, расколдованный круг. Невозможно измениться, находясь в рамках той же системы. Изменения приходят только из системы, которые находятся за пределами нашей личности, по-настоящему глубокие изменения. И он это очень хорошо, так сказать, создал, вот эту систему. Он показал новые грани работы с восприятием. Вот эта идея пузыря восприятия, на внутренней стороне которого мы видим одну картинку, на внешней стороне, так сказать, ну совершенно другое. И то, что вот необходимо разбить это зеркало самоотражения, добиться того, чтобы пузырь восприятия лопнул, вот те методы, которые он описывает, они совершенно непревзойденные. Ведь до него достаточно много людей, собственно, это уже не одно тысячелетие, говорило о необходимости борьбы хаосом мысли. Но вот то, как он представил стратегию остановки внутреннего диалога, что нужно его не просто подавлять, а затопить его энергиями, сделать невозможным его движение и направить взгляд не только внутрь себя, как это делали маги прошлого, древние маги, о которых он говорил, или йоги прошлого, но направить луч внимание вовне и там попытаться найти некую истину. И вообще вот идея соединения внешнего и внутреннего, так как он это представил, мне кажется, никто столь красиво, столь педагогично, потому что вот то, чем занимался Дон Хуан по отношению к Карлосу Кастанеги, это высшая эзотерическая педагогика. Никто вот так глубоко педагогично это не сделал. В точности также для нас огромный интерес представляет вот эта вот энергетическая стратегия человека, или сталкинг, идея экономии энергии, идея безупречности, не переходящая в невротический перфекционизм, а естественная такая вот безупречность, но при которой человек каждое мгновение превосходит сам себя. Вот идея той осознанности, которую писал Кастанеда, она ведь по сути дела основана на том, что в каждый момент человек пытается быть осознанным и пытается в этом чуть-чуть превосходить предшествующее мгновение осознанности и раскрывать свой глубинный потенциал. Сейчас вот я недавно где-то прочитал, что вот гений – это искусство повторений на самом деле. Вот талант очень часто сдаётся перед необходимостью повторять усилия. А гений, например, ну вот как Эдисон, который пять с лишним тысяч попыток сделал, и наконец-то зажглась та лампочка, которую мы сегодня видим, это признак уже гениальности. И Лев Толстой, который отдельно, я вот этим летом побывал в Ясной Поляне, например, и некоторые факты узнал, что вот некоторые страницы «Войны и мира» он переписывал до ста раз. Это повторение как бы, ну с каждым разом стремление сделать что-то более мощное. Так вот, сам Кастанеда, это те идеи, которые он предлагает каждому из нас, это искусство таких обновляющихся, всё более высоких повторений пробудиться, проснуться. И в конце концов эти попытки становятся непрерывными. Они включают в нас как лампу накаливания, вот свет осознавания. Это становится постоянным каким-то внутренним огнём, на котором расплавляется наше несовершенство. Это всё сделал Карлос Кастанеда. Или вот эта идея описания мира, классификации мира. Ведь мы действительно, наш ум занят описанием мира, он создаёт вот эту субъективную картину, а задача заключается в том, чтобы выйти за её пределы. Интересен также с точки зрения психологии и, скажем так, психология малых групп, я бы так сказал, которая вот представлена в творчестве Кастанеды. Может, это даже иронию может вызвать, но тем не менее, Кастанеда, ни Кастанеда, ни Дон Хуан нигде не говорит, что человек способен измениться сам. Вот просто сам в себе, независимо от кого бы то ни было. Нужен учитель, тот, кто уже изменён. Нужна группа людей, которые так же, как и ты, пытаются измениться, и где каждый человек является зеркалом для другого, он подталкивает человека к изменению, рождается здоровая конкуренция, атмосфера поиска, и в результате человек чего-то добивается. Так вот, динамика отношений в этой ученической малой группе, вот сложность взаимоотношения с внешним миром, например, всё это относится к таким, ну вот, открытиям Кастанеды. Это нужно изучать, в это нужно проникать очень глубоко. Потом отношения, скажем, отдельного человека с внешним миром. Ну вот Кастанеда был писателем, он стремился к известности, он получил мировую известность, но он, как никто другой, описал опасность этой известности для дальнейшего просветления. В чём эта опасность заключается? В том, что внешний мир уловит человека, возникает система ожидания, люди ожидают от него определённого поведения, вот, и любой даже глубокий лидер, который постоянно на виду, он рискует превратиться, ну, в какого-то эстрадного фигляра, который играет определённую роль и постепенно теряет тот свет просветления, который получил. Поэтому сам Кастанеда создал уникальную такую систему жизни, при которой он, будучи всемирно известным, в то же время был таинственным. Никто толком не знал его внешность, и существует только несколько фотографий, которые он позволил обнародовать в этот мир. Это ему позволило сохранить ту степень свободы, которая была нужна для его просветления, для его очень напряжённого литературного труда, в процессе которого он делился с нами тем опытом, который у него был. Я, например, всё-таки считаю, что, конечно, Дон Хуан, наверное, был, хотя это всего лишь, так сказать, моя гипотеза, потому что придумать такое очень сложно, очень сложно рассчитать на компьютере, вот, и, ну, вот, сделать такого литературного персонажа. Хотя, возможно, какие-то страницы его книг волшебные вымыселы посещал. Вот, но вот, когда создаётся что-то яркое, оно всегда имеет какую-то свою основу. И, безусловно, совершенно Кастанеда в своих антропологических экспедициях наверняка встречался с индейцами, где сохранилось вот это вот продвинутое знание такое. И на сегодняшний момент, ну, вот я как человек, занимающийся достаточно много консультативной практикой, я более 6 тысяч человек проконсультировал за свою жизнь, и иногда люди приходят не только за решением психологических проблем, но и за саморазвитием, могу сказать, что люди бизнеса в России, ну, ищущие люди, они достаточно внимательно читают книги Кастанеды, находят в этом некую силу духа, возможность возобновлять усилия, скрытые энергетические ресурсы, ну, как некое руководство для скрытых вот этих ресурсов. И, наконец, то, что называется силой намерения. Сейчас даже, ну, вот такие книги выходят разных популярных психологов, которые берут из Кастанеды без, так сказать, ссылки эти названия и публикуют. Вот. Для современного человека, оказавшегося в такой ситуации, как вот оказался сегодня каждый россиянин, это ситуация огромного вызова, огромного вызова. Мы сейчас никогда уже не будем жить в той реальности, в которой жили еще год назад. Это надо хорошо понимать. История проведет нас через какие-то очень серьезные зигзаги. И вот того, как мы, вот силы духа каждого из нас зависит, как мы пройдем этот путь. Так вот, Кастанеда с его силой духа, силой намерения, с его, ну, вот совершенно непревзойденной такой вот системой саморегуляции, с его техниками по развитию внимания, которая накапливается и благодаря которому человек совершает вот этот скачок на новый энергетический уровень. Все это крайне полезно. Я советую каждому из нас вот еще и еще раз прочитать вот эти книги. И понятно, что мы не сможем полностью скопировать этот путь, интерпретировать, хотя есть Кастандийские общества, я знаю, и в России они есть, и во всем мире. И вот с точки зрения того, что мы можем взять для сегодняшнего момента. Мне кажется, это очень важно. Россия вообще страна, которая отличается повышенной способностью учиться и у Востока, и у Запада, и в критические моменты они сейчас наступают. Все ценные системы воспитания духа очень полезны. Кастанеда – это одна из гениальных систем, как кастанедизм вот этот, и учение Дона Хуана. Поэтому я думаю, что его ждет очень большое будущее. И если мы попытаемся прочесть и применить его хотя бы в каком-то смысле, и стать хотя бы немножечко более безупречными, чем мы есть, хотя это нельзя стать немножко более безупречным, но все равно двигаться в этом направлении, двигаться в направлении остановки внутреннего диалога, двигаться в направлении развития постоянной осознанности, двигаться в направлении накопления энергии и внимания, наша жизнь изменится, и мы пройдем эти испытания гораздо ярче и свободнее, чем, так сказать, без вот этого ресурса. Ну вот примерно то, что я хотел сказать. Спасибо. У вас какие-то вопросы? Я знаю, что ты издавал в 2008 году интересную книгу у себя в издательстве, да? О Кастанеде, русского автора в Беловодье. Ну, мы действительно издавали ряд книг, и книга, насколько я помню, это «Странник», да? Вот, мы ее тоже издавали. Ну, это в кругу, так сказать, нашего внимания. Если кто-то напишет, например, книгу о Кастанеде из вас, я готов рассмотреть вопрос об ее издании. Так что, наследие должно быть осмыслено. Визитку. Визитку? Ну, если не отходя от кассы, пожалуйста, да. Куй, железо, пока горячо. Вот. Может быть, какие-то вопросы будут у кого-то? Есть вопросы текущие? Может быть, потом. Ну, хорошо. У вас была остановка, которую приняли? Я работаю над этим, постоянно работаю. Ну, иногда успешно. Все-таки, ну, во всяком случае, то, что практика Кастанеды и практика работы над собой повышает работоспособность, ну, могу сказать по, как бы, я не берусь оценивать, так сказать, существо того, что я сделал. Вот. Это оценивают читатели и другие люди. Но в количественном отношении, оно, конечно, не определяет, но все-таки 30 книг, 600 статей, 550 роликов – это рекорд, так сказать, России. И, в общем, я намерен не останавливаться, удвоить и утроить этот результат. Хотя, конечно, прежде всего, качество. Вот это помогает. Это дает возможность более активно, насыщенно и целеустремленно жить. Давайте поприветствуем чемпиона России по психологическим видам спорта Сергея Ключникова. Спасибо. Спасибо, дорогой. Спасибо. 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 Спасибо.